Всем привет! В сегодняшнем видео мы попробуем сделать дизайн с использованием сухих пигментов. Но не тех, которые сейчас так популярны в массах, а с использованием цветных пигментов. Которые очень удобны для выполнения как фонов, так и самих дизайнов. То есть нет нужды каждый слой дизайна просушивать в лампе, поскольку это просто цветной порошок. И достаточно только белого фона и спонжика для нанесения пигментов. Гель должен быть без дисперсионного слоя, но такой чуть-чуть липкий. В нашем случае это гель-лак фирмы Perfect Summer. Нам с ним очень повезло. Вот, внезапно. Там уже нет липкости, на нем любой пигмент очень хорошо сидит. Сидит, сидит. Посиживает. Ну, как вы видите, вот здесь есть варианты различных фонов. Покажу, как это делается. Берем немного пигмента. Уже нанесли сюда белый цвет. Да. Ну, собственно, это и видно. И втираем пигмент. Уже, в принципе, получился такой легкий градиент. То есть, не обязательно по диагонали. Можно и горизонтально выполнять. Очень просто. И самое главное, это все довольно быстро. Потому что делается одним приемом, а не в несколько. И в один слой, а не в несколько. Что позволяет не утяжелять дизайн. И, скажем, розовенький. Возьмем границу может загладить. Но зато мне видно. И вот такой пастельный фон получился. То есть, практически за 2 секунды все это. А пигменты не обязательно такие унылые. Есть. Их целая большая палитрика. Серия неоновых цветов совершенно потрясающих. Всяких разных. Все это недорого стоит. Легко используется. Быстро. И самое главное, при минимальных затратах материала. Так что, мастерам на заметку. Пигменты можно приобрести в нашем интернет-магазине. Потому что мы всегда показываем то, что можно приобрести в нашем интернет-магазине. И можно сейчас попробовать быстренько выполнить дизайн. Он действительно выполняется очень быстренько. Такие вот цветочки. Ну или не такие, но цветочки. Похожи. 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 В любом случае. Я возьму вот такой темно-фиолетовый пигмент. Мне понадобится также спонж. Смоченный в небольшом количестве воды. Это обычная вода в баночке. Сейчас. Стоп. 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 Вот. Черным цветом мы намечаем сердцевинки. Им же рисуем тоненькие веточки. Похожи. Так. Так. Похожите. На этом этапе придется посушить. Наша ветка высохла, уже сейчас она выглядит миленько. И настал самый ответственный этап, это прорисовка лепестков. Будем делать белым цветом, чтобы добавить нашему рисунку перспективы. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Такие вот получились цветочки. Нравятся они мне своей простотой. Для того, чтобы завершить всю композицию, я сверху на черные серединки поставлю желтые точки. Имитируя тем самым тычинки и пестики тоже. И по желанию можно добавить несколько прозрачных зеленых листочков, чтобы уж совсем все было красиво. Мне кажется, зелененький здесь прям хорошо будет. Непонятно это, правда, растение для меня. Ни вишня и ни яблоня. Что-то такое. Некий такой псевдовосточный мотив. Что-то вот зелень у меня какая-то не очень молодая. Зелень была немолода, да? Молодая была немолода, да. А лучше бы желтый. Нет. Это весна, Юлия. Хотя, в принципе, когда листочки появляются, они желтенькие. Ну, вот мне больше нравится этот зеленый. Он такой благородный. Ну ладно, оставлю. Зеленый там зеленый. Сушим. Сушим. Угу. И вот наш рисунок готов. Включила? Включила, конечно. Нет, так по себе промочу, знаете ли. Можно так промочу. В оффлайн. Рисунок готов. В принципе, можно добавить еще прорисовку листиков, но мы этого делать не будем. Мне, потому что достаточно уже и этого. Деталей, как видите. Достаточно. Достаточно. Зелени, как говорится, достаточно. Очень мне нравится то, что все это так друг с другом прекрасно сочетать. Зеленый с фиолетовым, зеленый с фиолетовым. Фон ненавязчивый. И самое главное, все это действительно просто. То есть, когда я говорю просто, я подразумеваю именно просто. Вот. Легонько. Легонько. Ну, то есть, такой вполне себе состоявшийся дизайн за две минуты. Ну, у нас ушло там, ну, может, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, надо с ним даже справиться не особо какой профессионал. Да, ну, в принципе, да. Так что, пожалуйста, не обходите вниманием пигменты, не заслуженно забытые тут в связи с этими всякими новомодными вещами. Мы вам рекомендуем. Че. 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 Продолжение следует...